Антон Павлович Чехов Пересолил Читает Екатерина Маловичка Землемер Глеб Гаврилович Смирнов приехал на станцию Гнилушки. До усадьбы, куда он был вызван для межевания, оставалось еще проехать на лошадях верст 30-40. Ежели возница не пьян и лошади не клящи, то и 30 верст не будет. А коли возница с мухой да кони на моряны, то целых 50 наберется. — Скажите, пожалуйста, где я могу найти здесь почтовых лошадей? — обратился Землемер к станционному жандарму. — Которых? Почтовых? Тут за сто верст путевой собаки не сыщешь. А не то, что почтовых. Да вам куда ехать? — В Девкино, имение генерала Хохотова. — Что ж, — зевнул жандарм, — ступайте за станцию. Там на дворе иногда бывают мужики, возят пассажиров. Землемер вздохнул и поплелся за станцию. Там, после долгих поисков, разговоров и колебаний, он нашел здоровеннейшего мужика, угрюмого, рябого, одетого в рваную сермягу и лапти. — Черт знает, какая у тебя телега! — поморщился Землемер, влезая в телегу. — Не разберешь, где у нее зад, где перед. — Что ж тут разбирать-то? — Где лошадиный хвост, там перед. А где сидит ваша милость, там зад. Лошаденка была молодая, но толщая, с растопыренными ногами и покусанными ушами. Когда возница приподнялся и стегнул ее веревочным кнутом, она только замотала головой. Когда же он выбронился и стегнул ее еще раз, то телега взвизгнула и задрожала, как в лихорадке. После третьего удара телега покачнулась. После же четвертого она тронулась с места. — Этак мы всю дорогу поедем? — спросил Землемер, чувствуя сильную тряску и удивляясь способности русских возниц соединять тихую черепашью езду с душу выворачивающей тряской. — Да, едем! — успокоил возница. — Кобылка молодая, шустрая. Дай ей только разбежаться, так потом и не остановишь. — Но! Проклятая! Когда телега выехала со станции, были сумерки. Направо от землемера тянулась темная замерзшая равнина без конца и краю. Поедешь по ней, так, наверное, заедешь к черту на кулички. На горизонте, где она исчезала и сливалась с небом, лениво догорала холодная осенняя заря. Налево от дороги в темнеющем воздухе выселись какие-то бугры. Не то прошлогодние стоги, не то деревня. Что было впереди, землемер не видел, ибо с этой стороны все поле зрения застилала широкая, неуклюжая спина возницы. Было тихо, но холодно, морозно. — Какая, однако, здесь глушь! — думал землемер, стараясь прикрыть свои уши воротником от шинели. Ни кола, ни двора, ни равен час нападут и ограбят, так никто и не узнает, хоть из пушек поли. Да и возница ненадежный. Ишь, какая, спинища! Этакое дитя природы пальцем тронет, так душа вон. И морда у него зверская, подозрительная. — Эй, милый, — спросил землемер, — как тебя зовут? — Меня-то Клим. — Что, Клим, как у вас здесь? Не опасно? Не шалят? — Ничего, бог миловал. Кому ж шалить? — Это хорошо, что не шалят. Но на всякий случай все-таки я взял с собой три револьвера, — соврал землемер. А с револьвером, знаешь, шутки плохи. С десятью разбойниками можно справиться. Стемнело. Телега вдруг заскрипела, завизжала, задрожала и, словно нехотя, повернула налево. — Куда же это он меня повез? — подумал землемер. Ехал все прямо и вдруг налево. — Чего доброго завезет, подлец, в какую-нибудь трущобу и... и... Бывают ведь случаи. — Послушай, — обратился он к вознице. — Так ты говоришь, что здесь не опасно? — Это жаль. Я люблю с разбойниками драться. На вид-то я худой, полезненный, а силы у меня словно у быка. Однажды напало на меня три разбойника. Так что ж ты думаешь? Одного я так трахнул, что... Что, понимаешь, Богу душу отдал. А два другие за меня в Сибирь пошли, на каторгу. И откуда у меня сила берется, не знаю. Возьмешь одной рукой какого-нибудь здоровилу вроде тебя и... и сковырнешь. Клим оглянулся на землемера, заморгал всем лицом и стегнул по лошаденке. — Да, брат, — продолжал землемер, — не дай Бог со мной связаться. Мало того, что разбойник без рук, без ног останется, но еще и перед судом ответит. Мне все судьи и справники знакомы. Человек я казенный, нужный. Я вот еду, а начальство известно. Так и глядят, чтоб мне кто-нибудь худо не сделал. Везде по дороге за кустиками урядники досоцкие понатыканы. — По... по... постой! — заорал вдруг землемер. — Куда же это ты въехал? Куда ты меня везешь? — Да нечто не видите. Лес... — Действительно, лес, — подумал землемер. А я-то испугался. Однако не нужно выдавать своего волнения. Он уже заметил, что я трушу. Отчего это он стал так часто на меня оглядываться? Наверное, замышляет что-нибудь. Раньше ехал еле-еле, нога за ногу, а теперь ишь как мчится. — Послушай, Клим, зачем ты так гонишь лошадь? — Я ее не гоню. Сама разбежалась. Уж как разбежиться, так никаким средствием ее не остановишь. И сама она не рада, что у ней ноги такие. — Врешь, брат. Вижу, что врешь. Только я тебе не советую так быстро ехать. Попридержи-ка лошадь. Слышишь? Попридержи. — Зачем? — А затем? — Затем, что за мной со станции должны выехать четыре товарища. Надо, чтобы они нас догнали. Они обещали догнать меня в этом лесу. С ними и веселее будет ехать. Народ здоровый, коренастый, у каждого по пистолету. Что это ты все оглядываешься и движешься, как на иголках? А? Я брат того, брат. На меня нечего оглядываться. Интересного во мне ничего нет. Разве вот револьверы только? Изволь, если хочешь, я их выну, покажу. Изволь. Изволь, землемер сделал вид, что роется в карманах. И в это время случилось то, чего он не мог ожидать при всей своей трусости. Клим вдруг вывалился из телеги и на четвереньках побежал к чаще. «Караул!» — заголосил он. «Караул! Караул!» «Бери, окаянный, и лошадь, и телегу, только негубитый моей души!» «Караул!» Послышались скорые удаляющиеся шаги, треск хвороста, и все смолкло. Землемер, не ожидавший такого реприманда, первым делом остановил лошадь, потом уселся поудобнее на телеге и стал думать. «Убежал!» Испугался, дурак. «Ну как теперь быть? Самому продолжать путь нельзя, потому что дороги не знаю, да и могут подумать, что я у него лошадь украл». «Как быть?» «Клим!» 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 Ответило эхо. От мысли, что ему всю ночь придется просидеть в темном лесу на холоде и слышать только волков, эхо да фырканье тощей кобылки, землемера стала коробить вдоль спины, словно холодным терпугом. «Климушка!» закричал он. «Голубчик! Где ты, Климушка?» Часа два кричал землемер, и только после того, как он охрип и помирился с мыслью о ночевке в лесу, слабый ветерок донес до него чей-то стон. «Клим!» «Это ты, голубчик?» «Поедем!» «У-у-у! Убьешь!» «Да я пошутил, голубчик!» «Накажи меня, Господь!» «Пошутил!» «Какие у меня револьверы!» «Это я от страха врал!» «Сделай, милость!» «Поедем!» «Мерзну!» Клим, сообразив вероятно, что настоящий разбойник давно бы уж исчез с лошадью и телегой, вышел из лесу и нерешительно подошел к своему пассажиру. «Ну, чего дура испугался?» «Я... я пошутил, а ты испугался!» «Садись!» «Бог с тобой, барин!» — проворчал Клим, влезая в телегу. «Если б знал, и за сто целковых не повез бы! Чуть я не помер от страха!» Клим стегнул по лошаденке. Телега задрожала. Клим стегнул еще раз, и телега покачнулась. После четвертого удара, когда телега тронулась с места, землемер закрыл уши воротником и задумался. Дорога и Клим ему уже не казались, опасными. Спасибо, что послушали эту аудиокнигу. Если вам понравилось, подпишитесь на мои каналы «Слушатель» и «История о песнях» в ваших любимых приложениях и в Телеграм. И, конечно, поделитесь с друзьями. Я ценю вашу поддержку. Если вам понравилось, подпишитесь на мои каналы «Слушатель» и «История о песнях» и «История о песнях» и «История о песнях» и «История о песнях»…» Субтитры создавал DimaTorzok